Глава региона провел крайне в этом году оперативное совещание, на котором прозвучали как итоги работы ведомства и учреждений, так и планы и пожелания на год грядущий. 2016 год выдался нелегким для Нинецкого округа для всех его жителей. Власти округа принимали непростые решения в условиях ограниченного бюджета, отметил депутат регионального парламента Анатолий Мяндин. Приняты непростые решения по оптимизации учреждений, в том числе учреждений образования. Я сомневаюсь, что сегодня все руководители учреждений образования, в том числе директора школ, понимают, как они будут жить в следующем году. Поэтому, наверное, надо продолжить и встречи с коллективами, и разъяснение всех тех новых положений, которые сегодня приняты. Ну и в следующем году будет продолжена работа по оптимизации мер социальной поддержки, работают над социальным кодексом. Ну и от имени собрания депутатов разрешите также всех присутствующих поздравить с наступающим Новым Годом, учитывая, что год объявлен губернатором Года Добра. Поэтому я желаю, чтобы следующий год был более добрее ко всем нам. Глава региона Игорь Кошин, в свою очередь, поблагодарил всех коллег за работу в непростых условиях и пожелал еще большей мобилизации сил на будущий год. Коллеги, всех с наступающим Новым Годом! 2016-й был сложным, если не сказать, был очень трудным. Но прежде всего он был трудным даже не потому, что мы недополучили значительную часть доходов, а потому что мы впервые с этим столкнулись и оказались к этому не готовы. 2017-й год будет легче, потому что к 2017-му мы уже готовы, но и динамика цен на нефть вроде показывает, что те доходы, которые мы заложили в проекте бюджета, мы должны их получить. Безусловно, у нас там есть и дефицит, в том числе и так называемый скрытый дефицит, потому что не все статьи у нас там заложены в размере 100%, в первую очередь я имею в виду субсидии и расходы на коммуналку. Тем не менее, есть понимание, как мы решим эти проблемы.